МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, ребят! Мы пришли в Глобал Виллидж. Мы уже здесь были миллион раз, но сегодня миллион первый. Колизей, Биг Бен, статуя свободы осталась сзади нас. Рязанская башня. Сначала мы решили заглянуть в турецкий павильон. Я искала чай Султан для зимы, который я привезла из Турции, успешно выпила всю упаковку, пока у меня был насморк. Но в турецком павильоне такого ядерного чая, который я приобрела в самой Турции, мы не нашли. А вот киоски с турецким мороженым были буквально на каждом шагу. Ребят, в турецком павильоне смотрим турецкие сладости. Вообще, пришли мы сюда за рахат лукума. Вот ищем. Светланка вот футболки выбирает себе. Красиво. Красиво с черепом-то ходить. Вообще, самое то. С черепом и с розами. Вот тут вот разливают гранатовый сок. Мы в Турции его прям целыми днями пили, когда были. Очень вкусный. 25 дархамов за стакан. Гранаты очень такие хорошие. Прям огромные, красные. Смотрите, ребят, здесь продаются оливки маринованные с черникой, поэтому у них фиолетовый цвет. Оливки маринованные со свеклой, поэтому у них розовый цвет. И обычные оливки. Попробовала сейчас вот такой вот фиолетовый, кстати говоря, очень вкусно. В турецком павильоне мы были недолго, потому что в этот раз мы решили посмотреть новую достопримечательность – мини-мир, мини-ворд, который открылся в Global Village в этом сезоне. Мини-мир, расположенный за аллеей ресторанов и занимающий площадь 10 тысяч квадратных метров, это захватывающая коллаборация символов мировых культур, в которой представлены 25 миниатюрных копий знаменитых достопримечательностей, таких как Бурж-ал-Араб, Триумфальная арка, Эйфелева башня, Белый дом, Колизей, Петра и Статуя Свободы. Вокруг этих достопримечательностей расположено 30 кафе, которые предлагают аутентичное блюдо, кухонь стран происхождения каждого памятника, и которые отправляют посетителей в необыкновенные гастрономические путешествия. Ребят, мы пришли в Мини-лэнд, и здесь можно увидеть все мировые известные здания, но в уменьшенном виде. А вот это вот Йелла Крейнтауэр. Такая вот китайская пагода. Вот он, Бурж-ал-Араб. 321 метра 27 этажей, но только совсем маленький. И вот они, башня Петра у нас из Малайзии. Уменьшенная статуя. А еще я очень хотела посмотреть на сокола. Дело в том, что мультикультурный парк Global Village, популярная среди гостей и жителей Дубая семейная достопримечательность, побил очередной мировой рекорд. На территории парка установили самую большую в мире подсвеченную скульптуру птицы. Достижение уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Скульптура представляет собой стального сокола, широко раскинувшего крылья, и символизирует дань уважения национальной птице Объединенных Арабских Эмиратов. Инсталляция в высоту почти 8 метров, а размах крыльев составляет более 22 метров. Весит огромное чудо-птица более 8000 килограмм. Поразительный сокол освещается 50 тысячами огней, предлагая посетителям парка фантастическое и уникальное место для фотографий и селфи в инстаграм. И вот он, Тадж Махал индийский. Так что вот такой вот красивый мини-ленд есть в Global Village. А вот это вот японский дворец Киото. И по всему Global Village здесь разбиты вот такие вот кафешки в арабском стиле. То есть садитесь на пол или вот на такие вот пуфики и сидите, отдыхаете, чай, кофе пьете. Ну и здесь же чай-карак продает с молоком и специями. А это Айн-Дубай. Знаменитое дубайское колесо 250-метровое, которое, к сожалению, пока не работает. Но в мини-ленде оно тоже есть. Почему-то решила, что не заработает. Заработает когда-нибудь. Ну, два года простояла и еще простою. 20. А вот это вот Иорданская Петра. Кстати говоря, я там была. Да, именно так она и выглядит. Ленка на след туда ехала. А вот это вот Парижская Триумфальная Арка. А вот там вот чуть дальше есть Пизанская башня. А вот здесь, ребят, греческий Пантенон. Ну, в общем, интересный мини-ленд. Мне понравился. А вот это, ребят, Колизей. Но как-то копия, вот, не знаю, не очень мне понравилась. А вот здесь, ребят, Эйфелева башня стоит. Чуть дальше статуя Свободы. Сейчас мы к ней подойдем. И немецкие Бранденбургские ворота. И вот она, статуя Свободы. А чуть дальше находится Белый дом. И мы сейчас идем прямо к Белому дому. То есть вот так вот в Global Village можно прогуляться по всем странам мира за один день. Например, в мини-ленде. Почему-то все хотят сфотографироваться именно около Белого дома. Не знаю, чем он так всех привлекает. Но все хотят фотографии именно здесь. Вот такой вот он мини-ворд. Здесь даже есть пешеходный переход. Смотрите, ребят, нашла новое кафе в Global Village. Называется оно Моцарт. Ну ничего, так красивенько. А у меня на сегодня все, дорогие мои подписчики. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал Секреты Эмиратов. С вами была Елена Шарова из Global Village, Дубай. Всем пока-пока. Всем хорошего дня и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok